Президент собрал сегодняшнее совещание, чтобы без малейшего промедления буквально мгновенно правительство и иные должностные лица приступили к реализации этих договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшихся важных зарубежных переговоров. Командировка была крайне насыщенная и тяжелая. Никогда президент не улетал из страны так надолго. Интенсивность встреч, переговоров, перелетов все видели от Тихого океана до Атлантики, как сказал глава государства. В итоге траектория нашей работы на Дальней Дуге вырисовывается вполне предметно, перспективы очень хорошие. Африка как раз одно из самых перспективных направлений. Президент настраивает всех на интенсивную работу с высоким темпом и такой же продуктивностью. В сотрудничестве с Китаем, как отметил президент, проблем нет. Это наш стратегический партнер, с которым мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать. Большой взаимный интерес и с Объединенными Арабскими Эмиратами, не только в двустороннем формате, но и, как обозначил глава государства, возможная совместная работа в Африке. Обсудили и переговоры правительственной делегации в Узбекистане и Вьетнаме. Здесь уже подробно об итогах поездки доложил премьер-министр. Что касается белорусско-узбекских отношений о конкретных планах и проектах, а вьетнамское направление мы, можно сказать, реанимируем. Обе стороны к этому готовы. Особый акцент на совещании президент сделал на том, что активно включиться в работу должны вице-премьеры. Не меньшая активность и глава государства требует и от послов, и МИДа в целом. Вообще же, итоги подведены, задачи поставлены, зоны ответственности распределены. Никакого торможения. Это главный тезис и требования президента.